всем привет ого как резко все сразу присоединяются привет и девочки мои тоже здесь точно им будут готовить цвета привет звездатые торты peace sweet sky десерт привет ой все мои тут давно не виделись всем привет ну я же говорю все наши наши молодцы они завтра сникерс у меня будут печь и сегодня три шоколада умнички просто привет привет всем как видно как слышно сразу вопрос на миллион потому что мы живем возле аэропорта и были уже прецеденты что вылетал эфир надеюсь что сегодня нас пронесет спасибо вы такая классная мне пишут спасибо вы тоже у меня классные видите все на эфир пришли готовить вместе ну либо не готовить хотя бы впитывать знания так кто сегодня готовит давайте рассказывайте кто подготовил бисквитик инглиш не владею инглишем все ок отлично так рассказывайте кто готовит вместе со мной я готовлю тортик который потом пойдет к моей подружке которая болеет у меня будет поднимать ей настроение она очень любит из шоколада а я его больше не готовлю на заказ поэтому вот отдам ей подарю пускай радуется и поправляется поскорей очень красиво спасибо да это я растрёпана еще вся привет я первый раз в я на эфире ты классная такая яркая посибочки вот мои готовят мои вообще крошки просто самые суперские задания выполняют и готовят умнички я прям горжусь своими ученицами и чки пришли мы сегодня весь день обсуждали наши успехи обсуждали наши домашки и теперь готовим какой диаметр планируете 18 сантиметров все торты которые у меня в бесплатных эфирах в платных эфирах они все 18 сантиметров так как 18 сантиметров это стандарт добрый вечер сегодня готовлю на работе те кто на работе кто хочет приготовить потом как обычно эфир оставлю до утра если будет на эфире активность в виде лайков комментариев сохранений я эфир оставлю навсегда если будет активность плохая я эфир удалю чтобы этот эфир не тянул мой профиль вниз по статистике вот поэтому все в ваших руках если вы хотите чтобы этот рецепт остался с вами навсегда то активничайте а если 16 если 6 на 16 тоже можно просто он будет повыше если на 20 сантиметров он будет просто пониже ну 18 это стандарта дальше сами играете если там какой-то вообще совсем большой торт то просто увеличиваем пропорции 14 сантиметров на заказ торты не делаю делаю бента на 1 килограмм 12 сантиметров и от 18 в диаметре 14 не делаю так подождем еще кого-то или начнем готовится торт в целом быстро единственный затык это выпечка бисквита бисквиты я говорила подготовить кто-то свой любимый бисквит кто-то мой по рецепту бесплатному из профиля в общем свой бисквитик я тоже уже подготовила естественно и в целом вся технология очень простая очень легкая этот торт можно готовить буквально там как срочный торт вот если не планируете покрывать его велюром например сделать просто на нем потеки там какие-нибудь ягодки то этот торт стабилизируется ну там 46 часов достаточно ему для стабилизации также его можно замораживать можно порезать на порционные кусочки заморозить и кушать доставать с морозилки и кушать его в течение какого-то времени свойств своих он не теряет если его кушать замороженным по вкусу он как мороженка шоколадная если его оттаивать ну соответственно он остается таким же как при приготовлении даже после заморозки на 2 на 2 дальше да на 2 килограмма двухъярусник сделаем не сделаем на 2 килограмма спасибо за то что делитесь не за что какой тортик будем готовить 3 шоколада до девочки можете отвесить пока все ингредиенты пока все подключаются кто-то уже ответил я думаю кто готовит кто не отвесил еще ингредиенты отвешиваем посмотрите на один слой мы подготавливаем 100 грамм шоколада начинаем из темного шоколада потому что рис шоколада это ну типа градиент самого темного к самому светлому поэтому начинаем мы с темного шоколада мы отвешиваем 50 желток с 50 граммами сахара прям желток и молоко сразу заливаем в кастрюльку в сотейник у кого что обязательно это делать на плите потому что мы будем заваривать наши желтки то есть у нас три шоколада на заварной основе также отвешиваем 8 грамм желатина и заливаем 50 граммами воды пускай он там набухивается пока мы всех ждем вот все сливки мы будем перед взбиванием уже наливать чтобы они были холодные сливки я взбиваю обычным ручным миксером это будет делать мне муж потому что иначе будет слишком громко я своим девочкам рассказывала кстати не обращать внимание на мои пальцы уродски у меня мастер заболела и я только завтра или послезавтра туда поеду поэтому пока с уродскими ногтями сливки я уже девочкам рассказывала муж у меня взбивать в морозилке вот в такой вот штукенции для взбивания просто ставит миксер венчиками сюда и опирает на стенку морозилки и он там сам взбивается то есть подключает через удлинитель и он там сам взбивается в закрытой морозилке все ок этим будет заниматься у меня муж чтобы я туда сюда не бегала так сейчас почитаю что у меня тут понаписали вроде мы все все отвесили сливки сливки позже шоколад яйцо сахар желатин на и молоко все верно так здравствуй недавно подписалась на вас в очень милое спасибо банджур банджур спасибо за то что делитесь пожалуйста так сколько высота бисквита должен быть но где-то сантиметра два то есть я не делаю высокие бисквиты на 3 шоколада все-таки это больше муссовый торт это не бисквитный вот мой бисквит где-то сантиметра два высоту так шоколад сделала молоко желтки я сказала я надеюсь вы отвесили обожаю ваш цвет волос спасибо я его тоже обожаю я уже пять лет хожу или шесть с таким цветом и не хочу менять спасибо выкрутая с вами все легко и просто спасибо в холодильнике можно хранить три четыре четверо суток но лучше если вы собираетесь охранить лучше его заморозить а потом разморозить когда нужно размораживаем мой торт в холодильнике то есть мы не вытаскиваем на стол чтобы он там отходил мы размораживаем в холодильнике сахар 50 грамм свет где все громовки я вам проговариваю после эфира я под эфиром распишу всю технологию и громовки молока 50 миллилитров господи . молока 80 миллилитров тех карту после эфира я вам напишу молоко 80 миллилитров запись будет если будете лайкать активничать я ее сохраню навсегда сливок 200 миллилитров на слой желток с сахаром смешиваем ты без ногтей королева посипочки сливки в морозилке взбиваем ну потому что планетарника нет мы просто в морозилку ставим миксер и он там сам взбивает почему в морозилке еще потому что там холодно сливки нужно взбивать в холодной посуде холодными венчиками холодные сливки поэтому мы делаем это все проще просто закидываем в морозилку она там сама все взбивается в холоде молока 80 запись будет уже повторила еще раз один желток туда добавляем 50 грамм сахара в сотейник или в кастрюльку наливаем 80 миллилитров молока 100 грамм шоколада отвешиваем на каждый слой первый слой темный так все а и желатин 8 грамм желатина заливаем 50 граммами воды у меня желатин вот такой отель бейкери я очень его люблю он быстро растворимый 220 блюм прекрасный желатин девочки кто профессионально занимается или планирует заниматься берите на заметку так все граммовку повторила 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 шоколада каждого вида по 100 грамм это было написано в stories приветики дорогая анатолия моя желток до по одному на каждый слой вот всю граммовку который я сейчас вам сказала эта граммовка будет идти на каждый слой на из ворк перевести даже здрасте если есть темные белый шоколад если перемешать эти два шоколада получится молочный но в целом можно но особенно если вы для себя сейчас печете можно темный с молочным темный с белым смешать и получится молочный я тогда же как-то делала прослойку тоже у меня закончился молочный я смешивал темный с белым так по ингредиентам всем всем понятно или еще повторить давайте я наверно в комментарии сейчас вам напишу я могу написать комментарий или нет не могу а нет могу все отлично сейчас пишу вам комментарий можете еще пока позадавать вопросы здесь лет так буду тыкать что раньше не догадалась что можно комментарий написать желатина до везде одинаковое количество тоже спасибо за рецепт пожалуйста так 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 сейчас еще раз все проверю сливки по моему не написала да желатин вода сахар траха 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 сливки сливки еще не написала все вот эти значения для каждого слоя мог написать кирилл это закрепить его кирилл там чем-то занимается прикрепляю комментарий вот все комментарии прикрепила вам извините за нескромный вопрос почему у вас нет планетарного миксера мне неудобно у меня был планетарный миксер я его продала мне с ними неудобно работать неудобнее ручными так все здрасте объяснить пожалуйста технику выравнивания тортика у меня есть на страничке видео по выравниванию торта в рамках этого прямого эфира мы мы сейчас занимаемся три тортом три шоколада поэтому не про выравнивание сегодня можете просто полистать у меня в профиль есть про выравнивание торта почитать я думал он как всегда с тобой да нет у нас просто доставка приехала сейчас разберет и вернется у меня просто я обнаружила что у меня закончились яйца перед эфиром думаю мы замечательно из чего готовить если бисквит три сантиметра сильно много да нет не сильно много нормально так все 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 отвесили все готовы все готовы громовка на какой диаметр 16 18 сантиметров в идеале то есть если в 20 сантиметров зальете будет просто тонкий торт ну типа вот такой вот маленький и это все я вам закреплю кто не готовит не переживайте это все я закреплю потом под эфиром все распишу и даже технологию приготовления ничего сложного там нету извините спасибо большое да не за что у меня очень много информации на страничке если полистать и можно практически на все наткнуться практически все найти все начинаем так я пока убираю бодягу для взбивания и сама это надо ответить пошла я дальше работать удачного вам эфира вот надо было это с нами печь порт делать ты мои топеры по я пошла резать давай я за 1 спасибо тоже посмотрю позже не забывайте про активность не будет активности никто позже не посмотрит но если только сегодня ночью начинается сейчас 5 секунд розетки подтянуть надо отлично здрасте я из узбекистана спасибо большое вам спасибо большое что вы с нами пошла нарезать чужие подложки а мои мои там сколько штук уже 400 наверное мои тоже надо резать так молоко наше ставим на плиту у кого уже подготовленные ингредиенты поставим молоко на плиту я пока просто и отвешу не нужна какая-нибудь тарелка чтобы белки туда еще раз технология желток отвешиваем желток в тарелочку в отдельную туда отвешиваем 50 грамм сахара сразу и это все перемешиваем прям перемешиваем хорошенечко я сейчас покажу консистенцию до которой мы перемешиваем так люблю в формате эфиров готовить кресло честно сидишь никуда не спешишь привет из казахстана привет казахстан я рада что вас нашла спасибо я рада что вы меня нашли потому что у меня собираются вообще самые крутые девчули какая тема тема 3 шоколада дай ложку ту красивенькую тема торт 3 шоколада глаз алмаз то есть мы вот так вот размешиваем желток с сахаром растираем растерла как-то по всей ванны привет из германии привет здравствуйте рада видеть вас и я вас рада видеть я вообще всех очень рада видеть я вот одно не могу понять 500 человек там практически я колись что пойдут на эфир где все где все шарятся не ладно некоторые у меня там поразбежались не могут вот так вот растираем желток с сахаром и теперь молоко нагреваем до кипения я не собиралась но пришла было прекрасно всем сладким печкам привет и тебе привет летел из детвора со школы чтоб на эфиру спеть это очень радует на самом деле что все так ответственно все все хотят на эфир и попадать все хотят участвовать все хотят печь это прям очень круто на самом деле молоко нагреваем шоколад и тарелка для шоколада я тупая шоколад у кого отвешенный сразу его подготавливаем когда у меня греется молоко я желательно отвешу ты хоть поздоровайся что ассистент мой мой не в курсе что это у тебя уже потеряли тут анатолий у тебя потерял где кирилл правда она сама свалила с уфи она готовит подложки чужие так шоколад на этот торт запись эфира я уже сказал желтки по одному на каждый слой шоколад у меня вообще считал можно использовать даже шоколад из магазина кто готовит для дома кто готовит дни для дома не используем шоколад назад и может это или нет не используем шоколад из магазина для тех кто тех кто готовит на заказ потому что мы как бы кому используем нормальный шоколад кто готовит для дома вполне сойдет обычный шоколад из магазина так что-то написали сбегав по городу то одного ребенка забрать у другого отрисует а третьего не забыть урывками на уроке так звездатые торты по одному желтку на слой привет из минска запись будет если будете активничать готовим торт три шоколада Германия привет нашла вас только вчера столько информации от вас спасибо огромное спасибо еще на работе включила эфир слушать так молоко у нас нагрелось нагретое молочко наше выливаем на желтки при постоянном помешивание месяц будет это делать неудобно то есть желтки мы завариваем этим молоком я сказала что мне он просто не нужен так у меня тут в ложку набилось и эти желтки с молоком мы потом обратно возвращаем в кастрюльку и будем уваривать уваривать будем прям совсем немножечко то есть мы делаем с вами заварную основу классическую заварную основу все я возвращаю в кастрюльку опять включаю огонь все это можно в мойку и завариваю буквально немножечко как только масса начинает чуть-чуть густеть мы сразу выливаем эту массу на шоколад нет на шоколад в массу выливаем через ситечку почему потому что есть остаточки белка иногда в лице остаются либо может немножко свернуться где-то желток поэтому мы сразу вот у меня уже есть тут косяк с желтком что неудобно перемешивать когда оно все у тебя уезжает вот поэтому сито оно необходимо чтобы отсеять все ненужное то есть вот шоколад у меня сито и сейчас сюда я буду выливать нашу заварную основу все так и все еще молоко рассягачивать так поэтому по рецепту можно и муссовые пирожные приготовить я готовлю Ну, готовилась. Сейчас не готовлю уже. А то, что мои заказчики зайдут, скажут, ничего себе, в смысле ты готовишь, ты всем отказываешь. Так. Все, я основу заварила. Она у меня чуть-чуть подзагустела. И теперь переливаю ее. Вот, посмотрите, консистенция такая. Видите? То есть не прям вода, но и не густая. Вон, видите, чуть-чуть есть желточки. Это потому, что они у меня не перемешались нормально. То есть есть процент, да, заткнись. Есть процент того, что желтки могут немножко подсвернуться. И еще пленки от желтков, ну, как бы от них никуда не деться. Они тоже немножечко подсворачиваются при приготовлении. Поэтому мы их отсеиваем. Они нам не нужны. Так, сейчас подождите, на вопросы отвечу. Я пока в моменте приготовления. В моменте объяснения. И теперь шоколад с заварной основой мы тоже перемешиваем. Так, пока отвечаю, пока перемешиваю. Так, про муссовый тережный сказала. Можно. Олеся, поправляйся. Первый раз не с нами после зубного кабинета. Поправляйся, дорогая. Зубы – это жесть. Я знаю, что это такое. Какой лучше шоколад из магазина для домашних? Вот, честно говоря, я уже столько, сто лет шоколада в магазине не покупала. Но темный, наверное, бабаевский лучше всего. Он еще более-менее. Молочный. Блин, даже не знаю. Честно. У кого есть вкус вилл, возьмите томер. Как вариант. Что белый, что молочный. У кого нет вкус вилла, что-то без добавок. Можно вот от кондитерской фабрики вот этой «Россия». Там более-менее еще шоколад. Ну, хоть какой-то. Потому что вот всякие воздушные – это прям шняга. Сколько хранится и как в морозилке. В морозилке хранится в закрытом виде. Хранить можно вообще до полгода муссовые торты. Но я бы не рекомендовала прям полгода хранить. Все, шоколад я размешала. У всех получилось, кто готовит. Все, можно взбивать сливки. Сейчас я отвешу. Пока вы там отвечаете, у кого получилось, у кого не получилось, я отвешиваю сливки 200 мл. Сливки 33%. А то сейчас спросите же, обязательно. Всегда спрашивают все, какой процент у сливок. У меня сливки Метро, еще я признаю Питмол и Пармалат. И Чудское озеро раньше признавала, сейчас не знаю. Заварная основа – это, да. Это заварная основа. Все, сливки я отвесила. Отправляем их взбиваться. И ждем, пока наши сливочки взобьются. Эфир будет недлительный, так как у нас все делается по аналогии. Мы сейчас сделаем один слой, и дальше уже все продолжат просто готовить. Шоколад в холодильник не нужно. Шоколад просто оставляем. Как сливки взобьются, будем объединять шоколад с желатином. И все это добавлять дело в сливки и перемешивать. Готовим торт «Три шоколада». То есть в холодильник у нас ничего не уходит, все остается здесь. Сливки взбиваем. Пока можем поболтать, если у вас не заняты руки взбиванием сливок. Я пока, пожалуй, подготовлю себе подложку, бисквитик. Вот мне все торт «Три шоколада» уже засрала свою красивую. В заварную основу входит желток, сахар и молоко. Молоко нагреваем до кипения, но не кипятим. В это время желток, пока молоко нагревается, желток мы перемешиваем с сахаром. И потом молоко выливаем на желтки, завариваем, возвращаем в кастрюльку. И еще немножечко варим. Как только начинает масса чуть-чуть загустевать, прям вот только начинает, выливаем это на шоколад. Почему сливки открыты нельзя хранить более трех дней? Потому что это молочка. У молочки есть сроки годности, после которых начинают в молочке развиваться плохие бактерии, которые вам явно не придадут здоровья. Вот и все. Ну вообще, как бы это... Если у вас для себя стоят сливки, то в кофе вы можете хоть неделю их лить, потому что с ними ничего не происходит. Но если вы готовите на заказ, более трех дней сливки открытыми держать не стоит. Поскольку написано на пачке. Да, на пачке написаны у всех свои сроки хранения. И на каждой пачке написано, сколько хранятся сливки в открытом состоянии. У меня написано не более трех суток в пределах срока годности. На питмоле, если я не ошибаюсь, до пяти суток, по-моему. У меня питмол закончился, поэтому я не могу посмотреть. Но я больше трех суток, в принципе, не храню. Да по факту я, наверное, больше двух-то суток не храню. Как грустно, что я не готовлю сейчас. Его тоже обязательно днях сделаю. Все записываю, а то вдруг удалит. Ну да, бывает, бывает. И я могу удалить. Будет маленькая активность. Я сегодня не выкладываю видео рилд, чтобы не перебивать эфир. Чтобы вы все могли посмотреть, не искать там в дебрях где-то. Чтобы все зашли и посмотрели. Сколько муссовых пирожных получится, зависит от вашей формы. То есть смотрите, разливайте. Вообще у меня дофига получалось муссовых пирожных из одного вот этого замеса. Сколько можно хранить чиз? Девочки, открываем свой чиз, смотрим, на пачке все написано. Научите чизкейк. Ну, не в формате этого прямого эфира. Я буду учить печь чизкейк. У нас будет... Я смотрю там за кролика понаголосовали на 10 число на платный эфир. И вот в кролике как раз мы будем готовить чизкейк. На карамель их можно использовать. Сливки можно использовать на карамель. Яйца у меня СО категория. Я не использую другие категории, только СО для выпечки. Взбиваем до состояния, когда у вас венчики начинают отчетливый след оставлять на сливках. То есть не до кола вот этого не перебиваем, а только венчики начинают оставлять след на сливках, все, у вас сливки взбились достаточно для мусса. Для мусса мы не взбиваем сливки до плотных пик. Они должны быть такие, как пена для бритья. Не, ну не как пена для бритья. С чем сравнить-то, господи. Чуть-чуть не до плотных пик, скажем так. Нам понадобится только один корж бисквита, да. Очень хотим торт бомба. Я не очень хочу. Но у меня уже стоит заготовка, я буду снимать его на видео. Ну, правда, с темперированием я уже не буду снимать, я уже все сделала. Он уже у меня стоит, у меня уже стоят эти штуки. Сейчас, подожди. У меня уже стоят эти полусерые готовые, я уже залила и уже готова снимать. Но у меня просто пока чуть-чуть отодвигается это все дело из-за того, что я придумала новый торт, новую начинку и сейчас ее отрабатываю. Как можно с нуля научиться печь торт? Это вам надо ко мне на наставничество приходить. Новый поток будет в феврале. Сейчас у меня девочки уже учатся. И я сейчас новых уже туда не беру. Корж пропитывать не надо, не надо. Растаявшее мороженое. Ну, если он у вас не сухой. Да, вот, как растаявшее мороженое, точно. Я все думаю, с чем аналогию провести. Точно. На наставничестве научат. И не только печь торты научу на наставничестве. Так, я, видимо, перебила. Но если они у тебя не свернулись в масло, а стали просто плотными, ничего страшного. Ты сейчас будешь размешивать туда шоколад. И тоже все размешается. Главное, чтобы сливки у тебя не отслоились. Если отслоились, начинай по-новому. Потому что уже не спасешь. Я, видимо, перебила. Как в Москве? Я Казань. У нас наставничество происходит в онлайн формате. Без разницы, где вы находитесь. У меня есть девочки из Калифорнии, с Литвы. И кто там? Екатеринбург, Господи, Омск. Кого там у нас только нет. Данный корж на сметане, да, который у меня рецепт висит на страничке. Вот этот шоколадный корж. Сколько стоит курс по наставничеству? Напишите мне в личные сообщения. Потому что этот поток у меня стоил в одну цену. А следующий будет стоить в другую. Вот, девочки, кто по наставничеству, напишите в личку. Потому что там уже очередь у нас выстроилась. Кто ждет набора. Набор, скорее всего, открою в январе. Чтобы в феврале, где-то в серединке, мы уже стартанули. Посмотри, сливки. Они там еще нет. Не. Три-четыре минуты, и добивай где-то минуту. Со Словакии я, а там из Мариуполя. Вообще без разницы. Словакия, не Словакия. Если вы по наставничеству, то разницы нет вообще, где вы находитесь. Я говорю, у меня даже девочка есть с Калифорнии, с Америки. Ну, естественно, русскоговорящая, поэтому у нас вообще нет с этим проблем. Там еще занимаются, взбиваются. Еще взбиваются. Ну, вот сливки у нас еще взбиваются. Так, кто взбил уже сливки, берем, растапливаем желатин. Не перегрейте. Просто буквально секунд на 5-10, чтобы у вас желатин растопился. Я сейчас покажу. Желатин мы добавляем в шоколад, перемешиваем, и потом эту массу мы выливаем на сливки взбитые. Потому что я смотрю, Светка у меня там уже взбила. И сейчас она, если протормозит, у нее ничего не получится. У нее сливки все упадут. Так, Светик, персонально для тебя. Вот, я распустила желатин 10 секунд. Сейчас будет громко. И теперь желатин я выливаю на наш шоколад. На наш растопленный шоколад с заварной основой. И перемешиваю. Желатин можно брать абсолютно любой. Желательно быстро растворимый. Если он не быстро растворимый, то заранее отвешиваем, заливаем, чтобы он заранее, ну, он подольше набухает, обычный желатин. Сейчас буду открывать. Чуть-чуть Света. Дашка агитатор у меня. Шоколадную массу остужать не нужно. Ничего мы не остужаем. Мы только распускаем желатин и добавляем. Масса с желатином получается вот такая. И подложка. Ничего не понял я, где подложка. Кирилл, подложка где? Которую я приготовила. Откуда я знаю? Уже упер. Так, подложка. Так, Света, теперь берешь шоколад, выливаешь сливки и лопаткой перемешиваешь до однородности. Так, всем по наставничеству, чуть попозже отвечу. Да, пойдем. Вот у меня сливки. То есть они вот такие вот. Вот это нормальная консистенция. Если они у вас погуще, не страшно. Главное, не перебейте до хлопьев. Заварная основа дает муссу нежность. Он не просто сливки-шоколад. Он по вкусу сливочнее и нежнее. Какая температура должна быть у шоколада, когда вмешиваем желатин? Я не измеряю температуру. Ну, там разницы нет. Главное, чтобы не ледяная. Иначе у вас желатин весь сразу колом возьмется. То есть шоколад должен быть... Ну, у меня где-то комнатной температуры был. Так, я влила. И просто лопаткой вмешиваю мусс. Вымешиваю мусс, господи. Все, уже заговорилось. Столько вопросов, столько вопросов, что я аж заговориться уже успела. Вот кто будет готовить и отмечать, буду репостить. Так что давайте красивенькие, вкусненькие тортики готовим. Отмечаем Янку. Янка вас всех репостит. Все. Моя масса готова. Теперь сборка. Шлепаю кусок массы на подложку. Укладываю в бисквит. Кольцо где? Только разъемное, пожалуйста. Здесь работаем быстро. Я еще... Именно в муссовой торте я использую ацетатную пленку, потому что иначе мусс потом не отшкребешь от кольца. Будет выглядеть уродца. Вместо ацетатной пленки можно использовать файл плотный, либо вот эти, знаете, папки для бумаг, такие дешманские на кнопке. Вот их тоже можно обрезать и использовать вместо ацетатной пленки. Я раньше так и делала. Когда в Хабаровске жила, ацетатку фиг найдешь. Все, и выливаем первый слой мусса на бисквит. Ох, Галя будет счастлива. Газпром мечты сбывается. Она так хотела три шоколада. Так что можно сказать спасибо моей подружке, которая заболела. И так как она хочет очень сильно три шоколада, я решила приготовить с вами его в прямом эфире. Так что пожелаем ей все здоровья. Все. Муссу трясли, распределили и убираем в холодильник. Холодильника достаточно. Не нужно пихать его в морозилку. Убираем просто в холодильник, пока мы будем делать второй слой. То есть ему достаточно стабилизации в холодильнике на тот период времени, пока вы будете готовить второй слой. Второй слой готовим абсолютно точно так же. Отвешиваем шоколад, желток с сахаром, желатин с водой, продрала перчатку. Желатин с водой, молоко в кастрюльку. Все. Только шоколад теперь у нас молочный. Я пока почитаю. Нет, не одеваю пока. Готовим три шоколада. Ой, опоздала, ничего страшного. Я поставлю, сохраню. Ну, до утра так точно. Глюкозный сироп не нужен. Где вы увидели у меня глюкозный сироп? Жалко, что я не твоя подруга, которой ты подаришь торт. Пойду мороженое шоколадное поем хоть. Даш, так ты это, приходи, у меня завтра новый торт будет. Будем регустировать. Какая вы стат статной пленки? О боже, я даже не измерила. По-моему, 20 сантиметров, если я не ошибаюсь. Сколько сантиметров кольцо? 18. Света, я думаю, ты увидела про отстатку. Размер кольца 18. Какая прекрасная подружка у твоей подружки. Чтобы мусс не оставался на отстатке, что делать? Бывает, не очень красиво отходит. Можно по фенам с горячим воздухом пройтись, прям на кольцо направить и подуть. И потом снимать и убирать отстатку. Тогда покрасивше отходит. Еще пленка от сахарной бумаги, плотная, можно тоже использовать. Да, как вариант, пленка от сахарной бумаги. Вот этот вот файлик, на котором сама бумага, ее тоже можно использовать. Весом торт будет до 2 килограмм. Зависит от вашего бисквита. Какая прекрасная подружка у твоей подружки. Да, повезло ей. Не спорю. Она мне... У нас взаимовыгодное сотрудничество, понимаете, с подружкой. Она мне помидоры мои любимые таскает. У меня мама-то далеко. А ее мама меня очень любит. Она постоянно передает мне домашние консервированные помидорчики. А я передаю маме всегда всякие вкусняшки. Вот. А тут у меня заболела подружка. А она меня уже давно зазывает за помидорками. Я все никак не дойду, потому что я занята. Вот. А теперь дойду. Вот и причина. Дойти, наконец, отнести больной подружке тортик. Сколько блюм желатин у вас? 220. А, ну и сижу такая. Так, вот эту хрень. Вот эту нужно не умыли. Включу раздачу. Да, не, пускай будет нормально. А ты тоже помыл, да? Да. Я пока буду с вами болтать. Буду заводить второй слой. Раз уж мы в рамках прямого эфира. Видите, на один слой без поболтушек тратится, ну, от силы минут 10. Ну, со взбиванием сливок максимум 15. То есть торт вообще не бей лежачего, что называется. Готовится легко, справится даже любая домохозяйка, которая никогда не пекла. Единственное, что нужно подготовить бисквит, ну, или хотя бы купить вот эти вот коржики в магазине, которые продаются. Ну, правильно, ты говоришь, справится даже мужчина. Да, даже мужчина справится. Сразу два тортика можно же делать, двойную порцию, да без проблем. Я делала. Вообще нормально. А что, белый сигнал или колеба? А сигнал-то нету белого. Все, нету, я последний высыпала. Не помню, что я делала, но высыпала последний. Надо заказать, да? Я закажу. А, не снова, когда коробка. Да, на коробке. Девочки, кто... Ладно, это я потом скажу. Лично. Напиши девкам в группу, чтобы они это... Если хотят коробки под Бен, то чтобы не тормозили. Я их уже вчера сообщил. А, с тобой. Доктор Откер, подойдет желатинь с голубой пальчиками? Подойдет. Доктор Откер, хороший желатинь. Тебе, пока. Кирилл, Кирилл. Не надо мне его. Господи, вот видите, вот что он делает? Вот я вот эту вот книжечку так хотела. Но меня так давила жаба. Потом я просто психанула и решила себе заказать. Заказала, и теперь счастливая, довольная, как слон. Теперь хочу еще такой с Гарри Поттером. Ну, в общем, когда-нибудь эта мечта сбудется, когда меня перестанет душить жабом. Ну, блин, заказала, вообще не пожалела вот этот вот планер. Вообще такой крутой. Просто когда такие вещи у тебя в руках, ты понимаешь, насколько отличается блокнотик от вот такой вот вещи. Насколько ты себя сразу по-другому ощущаешь. Это не реклама, я даже не буду отмечать, у кого заказала. Это просто делюсь своей радостью сегодняшней. Отставки нет, без нее жопа будет? Ну, блин, вырежешь тогда аккуратненько из кольца. Просто ножичком вырежешь из кольца. Напиши мне, я тебе скажу, как. Можешь без цитатки. Роспись рецепта будет. Новый блокнот. Да, вообще огонь, не могу. Добрый вечер, у вас есть рецепт новогодней елки. Не знаю, что это за торт. Короче, херота получилась, все вытекло за цитатку. Ты прижала плотно ацитатку-то кольцом? У меня ничего не вытекло. Ацитатку по бисквиту и плотненько кольцом прижимаешь. Тогда ничего не вытекает. В сториз не буду отмечать, где я заказывала. Могу написать в личку. Напишите мне, я вам скину, где я заказывала. Пищевой пленкой нет, она же не плотная. Она не подойдет. Ну, она же должна просто держать. Она не подойдет. Здесь либо ацитатка, либо файлик. Ну, либо вырезать аккуратненько из кольца. Ну, звездатые торты у нас готовят сейчас для себя, я так понимаю. И ничего страшного в этом нет. Что нет ацитатки. Я сама проперлась, забыла совершенно про ацитатку. Просто я на сто лет не готовила торт из шоколада, называется. Света, смотри внимательный эфир. Конечно, ты бисквит сначала кладешь, на бисквит уже потом наливаешь мусс. Можешь переделать, пока есть время. Светик у нас, как обычно, жжет. Все. Все, говорит, вытекло за ацитатку. Оказывается, пропустила, что она сначала бисквит, а на бисквит уже мусс. Ладно, бывает. Ну, бывает. Первый раз человек готовит, конечно, бывает. Ничего страшного в этом нет. Эфир выложу. Только до утра. Пока только до утра, дальше посмотрю. Шестрюльку. И чашку для шоколада. Синьки. Что бы я делала без своего ассистента? Пора уже ему приплачивать, мне кажется. Да, товарищ ассистент? Так, девочки, давайте у кого по ходу какие вопросы возникают, задаем. Чтобы я сразу на все ответила. Чтобы те, кто будет смотреть потом эфир, у кого не будут отображаться вот эти сообщения ваши, чтобы они понимали вообще, о чем речь идет. Чтобы если какой-то вопрос, мы сразу все вопросы, все гештальты закрыли. Блин, все так круто, приду в чувство и приготовлю, если не удалите эфир. Ну, если вы найдете силы, зайдете, лайкните. Тогда не удалю. А где надо с бубнами плясать? Под эфиром? Все как обычно. Советуйте своим друзьям. А, да, они все сидят и не хотят советовать, чтобы... Их шелка, которые тоже готовят. Чтобы их кондитеры у меня не видели, потому что столько полезной информации, и они не хотят, чтобы их конкуренты на районах видели меня тоже. Так все равно убедят, но уже во всех пабликах. Ну да. Он за хавчик работает. Ну да, согласна. Вы видели, да, уничтожитель всего. Всех отработок. Как лучше украшать этот торт? Вообще, этот торт прекрасно подходит под велюр. Также можно оставить его просто голеньким, сделать на него шоколадные потеки, ягодки красиво выложить, и будет очень аппетитный внешний вид у этого торта. То есть он, в принципе, самостоятельный. Его можно ничем не покрывать. Сделать там вот эти потеки, ягодки, либо шоколадный какой-то там венок, полувенок, полукольцо, и это уже вкусно смотрится. Крем-чизом я не рекомендую покрывать, потому что он будет тянуться у вас просто-напросто. Я вообще никогда не покрывала крем-чизом этот торт, да он туда и не нужен. Ну, как максимум, максимум велюр. Зеркалкой тоже не покрывала, мне кажется, будет полосатить, так как сам торт насыщенного цвета. И если вы покрываете велюром, сначала рекомендую перекрыть белым, и потом уже цветным, потому что торт разных цветов, будут видны полоски. Чизом лучше не покрывать. Через сколько можно кушать тортик? Ну, как застынет, можно кушать. Мы никогда не ждем. Да, можете ложку уже начинать. Можете уже наяривать, да, пока еще. Пока еще. А посадочки остаются на вот... Ты уже тоже облизнул, да? Спрашиваю. Ну, он тоже уже облизнул, уже попробовался. Нормальный ли у нас мусс получился? Мусс, нормальный. Все мы пробуем, мы всегда все пробуем. Так, ассистент крутой. И посуду моет, да, и языком. И подает все. Но это только в формате эфира, потому что если я буду бегать, постоянно мыть посуду, и все доставать, приносить, мы тут будем в вечность сидеть. Сто процентов. Чизом? Нет, это муж, так что не только захавчик. Ну, да. Бывает. Зеркальная я пробовала, отлично покрылась. Ну, вот, значит, вы можете покрыть зеркалкой. Я не покрывала зеркалкой, я вообще с зеркалкой не работаю. Зеркалка, зеркальная глазурь. Я если не работаю, мне не нравится. Вы очень вдохновляете, решили с дочкой попробовать испечь. Спасибо огромное. Кстати, очень многие у меня девочки пекут с детьми, и им прям по кайфу. И детей занимать, и самим готовить. И еще обратите внимание на рецепт имбирных пряников. Вот на страничке висит. Вот он просто идеален для приготовления с детьми. Я со своей готовлю. Ей прям очень нравится. Моей 6 лет исполнилось. В октябре. Какой срок годности такого тортика? Больше 3-4 суток не рекомендую хранить в холодильнике. В морозилке можете хранить до полугода, но лучше не больше месяца-полутора. В морозилке просто он может напитать запахи в морозилке. Да, может запахи напитать. Чтобы не было запаха, это, наверное, либо новый холодильник, либо мыть. Либо морозилка от кондитерского холодильника. Да, морозилка. Опять же, в ней ягод, и все это надо хранить, иначе он напитает запах. Ну, по сути, девочки, у вас этот торт долго не прохранится. Серьезно. Вы его просто съедите. А если вы готовите заказчиком, то ну и подавно. Он готовится быстро, его можно готовить накануне. Я говорю, его можно готовить даже как быстрый торт. То есть, срочный торт. Вы можете спокойно предлагать своим заказчикам три шоколада, потому что его готовить быстренько. Достаточно дождаться, пока стабилизируется ваш мусс, и отдавать. Мои 20, ну тоже ребенок, будем готовить прям. Ну, классно. 20 лет еще интереснее, они уже там сами все могут. Если малявке еще попробую объясни, донеси, то 20 лет уже сама все может. Перед отправлением в морозилку обмотать пищевой пленкой. Вы сначала поставьте его в морозилку, чтобы он подстыл, ну, подзастыл. Иначе, если вы пленкой будете мотать, одно неверное движение вы снесете себе полторта. То есть, пускай он немножечко схватится, хотя бы сверху, потом обматываете и убираете в морозилку. Либо убираете в кольце, обмотав верхушку. Пропустила приготовление мусса, будет рецепт сохранен? Будет. Я сейчас третий слой еще раз продублирую, сейчас второй я с вами болтаю, третий слой еще раз по шагам все проговорю. И под рецептом напишу, под видео. Напишу рецепт, громовку, все-все-все-все. Можно узнать себестоимость этого торта, посчитайте по ценам своего города. Сколько вы затрачиваете всего на этот торт, посчитайте. Плюс коммуналка, амортизация и ваша работа. Все. Ну, можете без работы. Считайте себестоимость, считайте без работы. Коммуналка и затраты на шоколад, на желатин, на яйца, молоко, на бисквит и так далее. То есть у нас в городах, во всех, разные цены. Поэтому мы считаем по своему городу, ориентируемся на свой город. Печь, чтобы его тоже в своем городе будете. Себестоимость небольшая. Самое дорогое здесь, это сливки, потому что, ну, их здесь 200 грамм на каждый слой. То есть в общей сложности 600 грамм. Все остальное, шоколад 100 грамм стоит 3 копейки. Желатин 300 грамм шоколада 3 копейки. Желатина 24 грамма. Ну да, да. Все, уже масштейт. Отлично. Да. То есть себестоимость там вообще копеечная. До 1000 рублей. Но так как это муссовый торт, можно его продавать дороже бисквитов. Цену как ставить, за сколько продавать? Молоко. А, фух, это молоко. Цену высчитываете себестоимость по цене продуктов в своем городе. И добавляете стоимость своей работы. И все. И продаете. То есть я же не могу сказать, сколько вам за свою работу взять. И сколько у вас стоит шоколад. Я не мониторю другие города. Поэтому вот вам формула. Мониторите цены. Все это складываете. Вычисляете себе стоимость. Ну вы накидываете все. Коммуналку, амортизацию и свою работу. И все. Вот это вот будет у вас стоимость за торт. Делите на дуэк. Вы получаете. Ну не на дуэк сколько у нас там вес получится. Получаете стоимость за килограмм. Застывает в холодильнике. В морозилку мы ставим, если мы хотим его заморозить. Я поставила в холодильник. Точнее не я, Кирилл. Очень рада, что нашла вас. Столько всего интересного узнала. Спасибо. Как считать коммуналку? Ну я примерно 50-100 рублей накидываю, смотря что я готовлю. То есть это затраты на электричество. Вы будете печь бисквит. Это электричество. Вы будете нагревать молоко. Это электричество. У вас посудомойка, либо вы ручками будете мыть, тратить воду. А это время? Это все накидывается. Ну я накидываю где-то по умолчанию 50-100 рублей. Это правильно, потому что коммуналка тоже жрет. Мы тоже ее платим. Амортизация инструментария тоже где-то 50-100 рублей. Ну от 50 до 100 рублей. Смотря что задействовано, сколько все это действует и прочее. Так, после сборки надо заморозить. Да не надо его замораживать. Если вы хотите его заморозить, то вы закидываете его в морозилку. Если вы его хотите кушать, резать в ближайшее время, просто пускай застывает в холодильнике. Все слои застынут в холодильнике, потом порежете, покушаете. После морозилку в коробку и в холодильник. Так ведь достаточно, если он у тебя в кольце будет, ты его в холодильник поставишь накрытый. Он точно так же разморозится. А в коробку уже после размораживания и декора. Ну можешь в коробку, если тебе так удобно. Ой-ой, все. Ну не все. Я оставлю эфир, не переживай. До утра точно. Так, какие еще выбросики? Пока у меня взбивается очередная порция сливок, и я тут балду пинаю. Так, по себестоимости понятно объяснила? По стоимости как подчислять? Да не, я имею ввиду, если делать в морозилку сразу много и срочные заказы отдавать. Ну так же можешь размораживать, либо если они у тебя в кольцах, либо в коробку, да, и в холодильник до полной дефростации. Ну пирожные, например, я в коробке размораживаю в холодильнике, чтобы они не подсохли. Расскажи про наставничество, пока есть немного времени. У меня здесь есть мои ученицы, могут они рассказать, что они, не что они проходят, а как им темп нашего наставничества. Мы проходим там от бинта до ваты, даже в психологических каких-то моментах. Я собираю весь анамнез каждого. С кем-то мы углубленно работаем по одному вопросу, с кем-то, вот, я вчера тоже писала, по какому вопросу нужно обратить внимание девочке, на что сделать упор. Вот, в общем. Так, звездатые торты, слой со слоем смешался. Ты поставила в холодильник перед вторым слоем? Я же сказала, ставим в холодильник, пока оно застывает, мы готовим второй слой. Если сняли пленку и не очень ровно, как велюром покрывать? Обычно покрывать, обыгрывать декором то место, которое вы косякнули. Всегда все можно обыграть декором, любой косяк. Еще раз, девочки. Торт. Вот, залили слой, убрали в холодильник, чтобы он застывал. Пока вы готовите второй слой, первый слой подстывает в холодильнике. Когда вы приготовили второй слой, вы достаетесь из холодильника торт и заливаете второй слой. Вот. Про наставничество. Так, вопрос не по теме. Вас устраивает купленный VPN? Нет, да, полностью. Вот я сегодня, у меня было три пробных дня. Сегодня они закончились, у меня не оплатилась нифига с карты с банковской. Я попросила Дашу, она оплатила мне со своего МТС, а там можно типа с МТС, либо с Билайна оплатить. У меня мегафон. Я попросила Дашу, она мне оплатила VPN, я ей перевела денежку. И теперь просто летает шикарно. Я прям кайфую. Потому что бесплатный VPN ужасно начал тупить. Так, по наставничеству. Ставила, видно, нужно дольше ждать. Да, возможно, у тебя холодильник просто не так сильно морозит. В общем, у кого холодильники сомнительно морозят, просто вот так вот пальчиком потыкали в перчатки. Если у вас слой не липнет к пальцу, а такой пружинит, можно заливать. Если не пружинит, значит пускай ждет в своей очереди. Либо в морозилку быстренько шмят, чтобы он подстыл. Можно в морозилку, только не замораживайте, чтобы он там чуть-чуть подстыл и достать. Не всегда в морозилке желатин быстрее застывает. О, вы там слой со слоем смешали? Да, я вижу. Да как так? Но это не застыл первый слой. А желатина правильно добавили? Да, там, скорее всего, просто холодильник не очень хорошо морозит. Ну, они же по-разному тоже все морозят. Температура разная выставлена. Это у нас шпарит. Ну, будет это мобко. Или капутина. Так, если сливок меньше взять, что будет? Не хочется ради 20 грамм открывать новую упаковку. Ну, блин, 20 грамм роли тебе не сыграют. Если честно. Можешь забить. 20 грамм не сыграют роли. 50-100 грамм сыграют. На балкон можно. Да, как вариант, если у вас холодно. Так, по наставничеству. Проходим, в общем, все от бинта до ваты. Как печь, как продавать, что печь, как декорировать, как правильно выравнивать. А велюр, то есть все-все-все, декор, начинки, психологические какие-то проработки. Ну, я говорю, у нас холодильник на щитах морозит. Как продавать, кому продавать. По инстаграму все вещи. Что мы там еще проходим? Инструментарий весь, который нужно. Все, в общем, все, что я знаю, я даю на наставничество. Чтобы вы пришли и пошли зарабатывать бабки после него. Вот и все, вот и все. Так, звездатые торты, не расстраивайся у меня. Лиля, все нормально. Ты для себя первый раз готовишь, пробуешь. Ничего страшного, если он смешался, попробуйте. Вам в любом случае будет вкусно. На следующий раз, готовится он быстро, на следующий раз будешь просто знать, что нужно. Тебе подольше держать в холодильнике. Либо поставить его просто в морозилку. У меня слой уже застыл. То есть у меня еще сливки на второй слой не взбились, а слой уже застыл первый. У меня очень хорошо морозит холодоз. Ну, он просто выставлен под торты, чтобы постоянно температура держалась. Еще вопросики. Ой, господи, боже. С вами очень интересно. Мне с вами тоже интересно. Я прям кайфую готовить в эфире с вами. Следующий эфир у нас будет по кролику. Вы сами на выбирали. Я еще сегодня посмотрю, может быть, что-то изменилось, но утром лидировал кролик. Поэтому 10 декабря у нас будет платный эфир по торту кролик, по моему авторскому торту, с которым я ходила на шоу-кондитер, который заценил сам Ренат Акзамов, бла-бла-бла. В общем, торт охренительный, крутой, и мы будем его печь. Эфир будет долгий. Там потому что чизкейк печь, ну как бы, тут без вариантов. Ура, кролик, да, ты ждала. Ты, по-моему, больше всех ждала этот кролик. Все. Мечты сбываются. Газпром. Ваше эфире сердечко. Спасибо. Открытый медовик вы делали на заказ? Это типа торт цифра, да? Ну, по аналогии с тортом цифры, да. Торт кролик бисквитный, бисквитный. По стоимости я все распишу в сторис, время, стоимость, и все-все-все. Подскажите, пожалуйста, что можно замораживать, и что нет. Я вообще ничего не замораживаю. Ну, вот такой принцип у меня. Чиз на сливках лучше не замораживать. Это точно. То есть все торты с чизом на сливках лучше не замораживать. Вообще это дикость. Вообще, да, это дикость. Мы готовим на заказ. За свежим, за выпечкой. Они могут в магазине купить замороз. Понеслась до шума. Вообще, ну, это дикость самая настоящая. Я вообще не уважаю учителей, которые готовят там. Типа, вот замораживают, вы потом достаете через месяц и делаете. Что, конченые? Она, ну, зачем? За что вы деньги тогда берете такие, ну, как бы, неадекватные? Береги в магазине. Он, как и я, мыслит. Но мы люди, которые любим делать только из-под ножа. Потому что мы делаем торты на заказ. Это лицо. И то, что кто-то говорит, что бисквиты после морозилки вкуснее. Мне не вкуснее. Мои бисквиты после морозилки мне не вкуснее. И поэтому я торты не замораживаю. И своих учениц я тоже буду призывать, когда мы сейчас дойдем до тортов, уже завтра. Ничего не замораживай. Я взял, вынес в холод, да? Кирилл, Анатолий уже ржет. Я взял, вынес в холод бисквит. И что, вот мне с печки вкусный бисквит. Когда он постоял в тепле и остыл, мне вкусный бисквит. Но когда он постоял на морозе, как это делают, в морозилку убирать, он уже не то. Он прям, ну, не насыщен. Он не раскрывает вкус. Бисквит, посмотри, пожалуйста. Тебя сейчас порвет просто хмячок мой. Да, я... Ну, кто учил, собственно, да? Вот у нас такое негативное отношение к заморозке. Остановись. Надо добить просто чуть-чуть. Так, бейкери кейф ас-басап. Просто вот, вот. Девочки, кто не замораживает, а готовит из-под ножа, вы просто красавчики. Так, что там еще? Безусы. Безусы. Какая-то ломка. Перегрела жилки? Нет, не перегрела. Так вот, люди идут, я не закончил, люди идут за вкусным, за свежим тортом, а некоторые учителя, конченые, по моему мнению, говорят замораживать, делать заготовки. Ну, я понимаю конфи, да? Как по мне, это скотское отношение к своим заготовкам. Да, это в смысле максимально неправильно. У кого другое мнение, это ваше мнение, у меня такое мнение, поэтому на эту тему, как и на тему Шинтипака, со мной можно даже не спорить. Вот. Чисто наше мнение, и вот все, и нас никто не переупредит. Да. По ванильным бисквитам хочу еще один из ванильных бисквитов, я дам в свободный доступ. Другие ванильные бисквиты будем в формате закрытого эфира готовить. Завтра у вас будет урок по новому бисквиту, новогоднему, вкусному. Перед Новым годом сколько тортов успевали готовить? Двадцать три. Только торты, и помимо тортов еще бомбочки, пряники, пироженки из разряда Наполеон Прага, медовик. Ну, у меня прям были наборы кусочков вот этих тортов. Наполеон Прага, медовик, вафельные трубочки, орешки и что-то еще. Что-то не помню. Что-то еще, короче. А, птичье молоко. Вот, и это все в один Новый год. Это все готовилось из-под ножа. Мы не готовим заготовки, и в основном с боркой, кремами, варкой, начинками занимаюсь я. Я, Кирилл, у меня бисквитики, почему-то кремушки взбивают иногда. Ну, и декором, всем сборкой, коробочек, всем я занималась. Доставай. О. Ну, порт исхолодилась сама. А вторение мать течения. Мусс на молочном шоколаде. Мусс на молочном шоколаде по консистенции жижа. Мусс на белом шоколаде еще жижа. Поэтому не пугаемся. Мусс на белом шоколаде вообще ощущение, как будто это просто молоко. Смотрите, вот у меня торт. Первый слой уже все. Он еще липнет, но он уже не продавливается. Сюда уже можно заливать. Оно уже не смешается. Убираем, моем и третий слой готовим. Скажите, пожалуйста, Толя. Сейчас, подожди. Я еще не долистала. Тима Кирилл пишется с двумя Л вообще-то. Ну, как бы. Анатолий, претензия прилетела. Так, Кирилл. Ага, мужа порвало. Ну, потому что он так же, как и я, не уважает заморозку. Согласна с вами. Так, масло с маслом и молоко вроде норм, но я так не делаю. Можно уважать в адекватном понимании. Морозила бисквит, мне не понравился после разморозки. Мне тоже. Сколько бисквит можно в холодильнике до сборки хранить? До пяти суток. Смотря какой бисквит. Кукиш так тихо работает. Что за кукиш? Простите, тема эфира. Три шоколада. Эфир подвисает. Проверь интернет. Только же. Нет, хранить вы бисквит можете в холодильнике хранить до пяти суток. Но замороживать, замораживать готовые торты, замораживать тупо бисквиты там на полгода, я не знаю, это прям за шквар. Готовые торты замораживать тоже за шквар. Почему тогда люди платят вам такие бабки? Им можно с той же радостью сходить во вкусвиллю купить. Да нет, ну в пятерочке там вообще шляпа. У Палыча, вкусвилл, что там еще, азбука вкуса. Я так думаю, что там производство, там тоже подмораживают это все. Муссовые торты, их надо морозить по технологии. Ну, некоторые муссовые торты заливаются в формы. Естественно, их нужно заморозить, чтобы потом из этой формы достать. То есть по технологии муссовые торты предполагают заморозку. Мы сейчас говорим о бисквитных тортах с кремом. Да, сто процентов правильно. Я тут недавно видел... Как вы столько успевали наготовить? Чудо. Да, их-то таких дофига там пруде в инстаграме. Ну, с кремом на масле или просто крем-чист. И типа они там как-то заморозят. У меня в голове просто не укладывается. Я сама не смогу после заморозки, кроме муссового торта, я делаю только три шоколада, я не могу ничего есть после заморозки. У меня даже Кирилл что-то там, пирожки заморозить может и потом поесть. Но я так не могу. Ну, и я делаю всем людям, всем своим заказчикам, я делаю как себе. То есть если я не жру после заморозки ничего, то почему мы не заказчики должны? Ну, я всегда все как себе делаю. Кристаллическая решетка при заморозке меняется. Это уже не то. Это минимум транспортировки. Ты запомнил слово с шока-бомбочек, да? Кристаллическая решетка. Стемпелирование шоколада. Еще образование. О, господи, инженер. Но тебя там такому не учили на твоем инженерстве. Это вообще-то школа. Вот это вот. Школа и химия. Ну, я в химии вообще лошара. Когда начинали печь бисквиты до Нового года. Для Нового года. 29-го ночью я пекла бисквиты, 30-го я все собирала. Они быстро пекутся, поток просто ставят. Да, 31-го я все нарезала, украшала. Отдавала к вечеру. Главное желание не ныть. И все получится. Как вы столько успели наготовить? Чудом очень устали. Очень. В смысле, я лежала в 8 вечера. Я лежала вот в этой комнате на полу, просто не способная пошевелиться. Поэтому, когда у нас был эфир по Новому году, я говорила, девочки, не нужно так работать, как работала и я. Рецепт Наполеона нету, у меня на страничке его нету, но Наполеон будет, скорее всего, эфир на Наполеон. Сколько начинок на Новый год надо предложить? Я предлагаю четвертинки. У меня там, у меня два вида четвертинок, то есть 8 видов начинки. Но я предлагаю так, чтобы у меня перекликались бисквиты и крем. Муж порадовал. Вот. Чтобы у меня перекликались. То есть у меня есть лухари начинки, да, где подороже. Но там, например, два белых, два шоколада. И, например, обычные стандартные четвертинки, где там, я не знаю, какой-нибудь шпинатный и два шоколадных, там, и еще какой-то. То есть шоколадный я пеку одним замесом. Это я уже, ну, это все вопрос, господи, как это, оптимизации работы. Если вы в этом шарите, вы себе подготовите и сможете предоставить выбор начинок своим заказчикам и в тот же момент не затрахаться, извиняюсь за выражение. Все дело в оптимизации. Вот у нас девочки, да. Мои девочки, мы оптимизацию будем проходить по Новому году в годных днях. Полностью рецепт напишу под эфиром. Убираем, моем, облизываем. Именно. Рецепт бисквита для этого торта есть на страничке. Полистайте. Шоколадный бисквит. Вон там один шоколадный бисквит. Согласно из некачественных продуктов, из замороженного можно поесть в любом магазине и в любой кофейне, и в любом ресторане. Там тоже везде замораживают. Мы готовим эксклюзивный продукт. Мы готовим из натуральных ингредиентов. Свежее. В этом смысл кондитерки. В этом смысл такой цены. То есть, почему мы берем цену выше, чем в магазине? Потому что мы готовим из натурального. Мы готовим все свежее, и мы делаем уникальный декор. Вот и все. Это залог ваших продаж. Чем лучше вы делаете, если вы все это соблюдаете и делаете это круто, люди сами к вам пойдут. Еще раз в ленте эфир останется до утра. Будете активничать. Оставлю навсегда. Морковь наделаете, наверное, я делаю. Конфи замораживаете, не делаю конфи. Когда делала, замораживала. Ну, подмораживала. Не замораживала, а подмораживала, чтобы его перенести в торт. То есть, я даже заготовки заранее не делаю. Я делаю все по ходу. Декор отдельно считаю. Все равно теряет ту самую насыщенность, ту самую изюль. Вот в конфи, как по мне, если его прям заморозить, а потом разморозить, уже теряется вкус. Особенно в клубничном. Это просто получается трава. Я очень-очень тонко чувствую запахи и вкусы. Вот такая у меня особенность по жизни. Я это чувствую. Кто-то, возможно, это не чувствует. Вот у меня очень чувствительный нос. Очень чувствительные вкусовые рецепторы. Что, конечно, помогает мне создавать какие-то новые начинки с крутыми оттенками вкусов. Но вот в жизни это не очень-то помогает. Я все вот эти малейшие отклонения чувствую. И поэтому я перестала работать с конфи, потому что мне не нравится. Мне не нравится, что вымерзает вкус. Все равно чуть-чуть вымерзает с заморозкой. Но это как с тем же мясом. Да, и мясо тоже вкус вымерзает со временем. Вот я беру охлажденное мясо. То самое парное, которое, грубо говоря, вы возьмете оленину или свинину, вы только ее порезали, грубо говоря, чушечки или там еще бычка. Я даже почувствую охлажденное мясо. Оно даже пахнет совсем по-другому. Оно с магазина уже по-другому. Заморозки так вообще мясо-то не чувствуется. С этими продуктами, ну, в смысле, со всеми, в принципе, продуктами то же самое. Заморозка это чмо. Ну, извините, говорю, как есть. Я говорю, я даже с магазина, если я покупаю охлажденку... Вы хотите делать вкусно-классно, так делайте вкусно-классно. Я бы твою мать. Если я покупаю охлажденное мясо, я сразу почувствую. Замораживали его до того, как разморозить и выставить за охлажденку или не замораживали? Разный вкус, абсолютно разный вкус у мяса после заморозки, как и у рыбы, как и у ягод, как и у овощей. Вкус абсолютно отличается после заморозки. Серия из сезона кондитера с моим участием. Шестой сезон, восьмая серия. Опять убегаю, целую вас троих. Целуем вас... Сколько вас там? Пятерых. Я уже забыла, сколько вас человек. Масло нюхаю в магазине и мясо прошу понюхать. Я тоже все нюхаю. На меня иногда смотрят, как на идиота просто, но мне пофигу. Я нюхаю. Анатолия, претензия. Опять? Претензия, Анатолия, где наши снежинки? Да, почему у меня нет снежинок, Анатолия Батьковна? У меня нет снежинок. Я вот тут делала кейк-попсы, я расстроилась. Я почему-то думала, что у меня есть снежинки. А у меня снежинок нет. Что за фигня? Завели Кирилла. Да, потому Кирилла вообще на эти темы все бомбит. Он не понимает, как люди, вот так же, как и я, мы не понимаем, как люди, которые просто так наплевательски относятся к своим заказчикам, могут вообще что-то продавать. Ну, блин, кто вам вообще дал право просто продавать людям вот это дерьмище? Так, повторяем еще раз. Слои. Слой. Третий слой у нас. Белый шоколад. Так, наконец-то колебо. 100 грамм шоколада мы отвешиваем в миску. Кто присоединился только что или прошляпил предыдущие объяснения. 100 грамм шоколада отвешиваем отдельно. Для чего морозилка тогда? Морозилка для того, чтобы ягоды замораживали. Пюрешки замороженные там держать. Ну, то есть ягоды-то вы зимой все равно в заморозке покупаете. Куда от этого денешься? Ягоды зимой на кустах не растут. И даже ягоды в магазине, которые продаются, они уже парашневые. С ягодами, да, никуда не денешься. С заморозку ягод лучше купить с летнего урожая. Тогда у вас ягоды будут просто бомба. Даже если уже на морозилку. Ты помнишь, как мы даже сравнивали вкусы, мы делали с клубникой. Значит, первый вкус был клубника нарезанная только что свежая, второй клубника с заморозки и третий вкус клубничное пюре. Самая шляпа была клубника в заморозке, которая покупала. Все вкусы разные. И самый четкий это клубника только что свежая. От этого никуда не денешься. Да, пельмени-вареники. Анатолия просто жжет пельмени-вареники. Идеально. Я в морозилке держу масло, потому что масло я покупаю большим объемом и в заморозке оно хранится дольше, сливочное масло. То есть я беру по кусочку, использую, а основное масло у хранится в морозилке. Я замораживаю, я покупаю большим объемом ягоды. Я покупаю летние урожаи, чтобы ягоды были летом, ягоды самые вкусные. И даже несмотря на то, что они в заморозке, они все равно вкуснее, чем то, что продается в магазине сейчас свежая. Храню ягоды. Да, сейчас продается трава, которую напичкали всякой фигней и вкуса в ней нет. Также я там храню пюрешки, готовые уже пюрешки замороженные, все, все, что я храню в морозилке. Все остальное я в морозилке не храню. Так. Ну типа маракуя. Все, давай не будем пока отвлекаться, я объясню, а то опять будет 25 тысяч миллионов вопросов. Шоколад отвешиваем в отдельную миску, в другую мисочку маленькую отвешиваем 8 грамм желатина, 50 грамм воды, заливаем на желатин, чтобы желатин у нас набухался. Он уже говорит, что желатин набухивается. Главное не набухаться с ним, хотя можно было бы. Пирожные и макароны рекомендуют хранить в морозилке. Пирожные и макароны можно приготовить. Вопрос сразу в садок. А макароны как, начиненные или нет? Да, кстати, да. Водичкой залили, размешали. Я сейчас вернусь ко всем вопросам, не акцентируй пока внимание, дай мне объяснить, а потом будем возвращаться к вопросам. Ничего страшного, все подождут, никто не помрет, правда же, девочки? Правда. В третью миску мы берем желток и ишны. Только желток, без белка, а то будет сырья. На желток насыпаем 50 грамм сахара. Если желатин листовой, а ты твою мышь, на глаз будет сахар, да, или меня простит. Две ложки сахара это 50 грамм. Кстати, запомню, вот этих две ложки сахара это 50 грамм. Вот так, нам может пригодиться. Листовой желатин. Сколько я брала листового? Грамма 4-6 где-то. Чуть поменьше, короче, чем обычный желатин. Там вроде перерасчет где-то есть на него. То ли на желатине, то ли на обычном желатине. Я, короче, посмотрю, скажу, напишу точнее, есть ли желатин. А вода не 50 грамм нужна, а просто для набухания. Просто вы опускаете, оно набухает и просто распускаете в шоколаде с заварной основой. Так, к вопросам вернемся. Яйцо, желток точнее, с сахаром мы смешиваем, растираем. Все это по шагам я еще раз пишу под видео. Я всегда так делаю, чтобы было удобно. Не все будут смотреть эфир. А лучше бы все смотрели. Вообще в эфире в самом находиться веселей, готовить вместе веселей. Мои девочки что-то там вообще замолчали. Вы там где? Вы там приготовили хоть? Не вижу даже. Они там, видимо, волосы назад, пот просто по всем этим спинам течет. А они там сливки колотят. Главное не в торт. Главное, да, не в торт, чтобы пот тек. Все, желтки с сахаром мы растираем. В кастрюльку, фу, жарко уже. В кастрюльку наливаем молоко, 80 миллилитров. Миллилитров, грамм, короче. Отвешиваем 80 граммов молока. В белки упала ложка. А, ну ты не успеваешь за нами, потому что ты переделываешь. Все понятно. Ты же принцип поняла, значит, все сделаешь. Ты быстро схватываешь, поэтому я даже не сомневаюсь. Бисквиты я режу ножом, зубчиками. Подожди, ты там пропустила. Да я сейчас вернусь. Я просто что вижу, молоко выливаем в кастрюльку. У меня такая кастрюлька ушатанная, потому что я в ней постоянно все варю. Она единственная, в которой вообще ничего не пригорает никогда. И я сколько уже кастрюль перебрала, такую же найти не могу. Других пригорает. Все, молоко доводим до кипения, но не кипятим. Горячее молоко мы будем выливать на желтки с сахаром. Сейчас почитаю, пока у меня там что-то это. Только, похоже, белый немного проник в молочный мусс. Но ничего страшного. Если прям немного, если много, в следующий раз не допускайте ошибку, подождите чуть подольше. То есть сделали первый слой, проходили минут 10, отдохнули, и потом начали заводить второй слой. Чтобы у вас первый слой успел схватиться сверху и не смешивался с другими. Хрёжные макароны рекомендуют хранить в морозилке. Тоже так делают сейчас ягоды только для декора. Да, сейчас ягоды только для декора, и то она невкусная. Безвкусная. Начнённые хранить в контейнере в морозилке. Ни в коем случае не морозить только крышечки. Вообще, насколько я знаю, морозят крышки наоборот. Начнённые не морозят. Потому что разные начинки бывают. Даже делают макароны с премом чип, делают с кремом чип, как минимум он нафиг потечёт. Расслоится весь. Поэтому я не приверженец даже макароны готовить, замораживать после приготовления. Лучше макароны готовить по факту. Макароны крышки в холодильнике нормально хранят, если не начинённые. И в морозилке они тоже нормально хранятся, если под декор. Именно крышка, без начинки. Не знаю, кто советует с начинкой замораживать. Я не делаю. Молоком заливаем наши желтки с сахаром. Так, подвисло, потому что заряд батарейки. В желтки с сахаром молоко заливаем при постоянном помешивании, чтобы у вас ничего не свернулось. И потом выливаем обратно в кастрюльку и увариваем до небольшого загустения. Как только начинает немножечко загустевать, убираем и выливаем на шоколад через сито. Всё. Мне эта хрень пока не нужна. Что, зарядочек? Да нет, нет, мы успеем. Я уже вернула на плиту, и у меня уже всё уваривается. Уваривается. Ну вот заводная основа моя уже уваривается. А вот у нас был заросчик. А, ну ладно. Я всё внимательно смотрю. Я успеваю сдавание. А, ну вот, отлично. Молоко 3,2 жирности. Бисквит режу ножом с зубчиками. Добрый вечер. Синформа 18 см. Синформа кольцо. Примерно цена такого тортика считаем по себестоимость, по ценам своего города. У меня такой тортик стоит 2 тысячи рублей за килограмм. Но это у меня. У вас он может стоить по-другому. Бисквит можно другой, можно другой, но шоколадный. Можете испечь свой любимый шоколадный бисквит и делать на его основе. Это мой самый быстрый торт. Но я же говорю, это самый быстрый торт. Вот если бы я не болтала, я бы его уже собрала, наверное, я не знаю, очень давно, уже бы час назад так полно. Когда готовый бисквит и у тебя хорошо морозит холодильник, либо ты запинываешь его в морозилку быстренько, чтобы он быстро под застывал. Это все просто на автомате происходит. Ты очень быстро его готовишь. Тема эфира. Рейс шоколада торт. Мусорый. Для англоговорящей аудитории тоже будут переводы, как минимум, будет перевод рецепта. Я понимаю, что я сейчас говорю это на русском, вы, скорее всего, это не понимаете. Для англоговорящей аудитории возможны переводы рецептов, и в дальнейшем мы планируем вести эфиры на русском и английском языке. Но будет видно. Посмотрим, сколько у нас будет англоязычной аудитории. Пока ее уже нормально так. Приличненько. Да, когда Яна сделает то, что я просил, чтобы проверили с других стран люди кое-какую. Да, когда Яна освободится. Вот, я попрошу своих девчонок. Уже давно, да. Ну, попроси, у тебя что, нет доступа в чат? А. Просто напиши, кто у нас из-за рубежа, чтобы с ними договориться уже в личном. А, ну я сегодня пообщаюсь. Что ты меня вечно ждешь? Да, счастливый. Я на английском сделаю вам перевод ингредиентов и технологии приготовления. Разговаривать на английском не умею. Очень мало, плохо меня научили в моей сельской школе. Давай, давай, еще. Еще. О, стоп. Четыре грамм. Ой, перебор. Да, недобор четыре, перебор восемь. Все, взбиваем сливки. Шоколад у нас стоит, мы его не остужаем, не греем, мы просто его залили, размешали и поставили на стол. Он стоит, пока взбиваются сливки. Сохраню эфир. Будете лайкать, сохраню навсегда. А еще сохранять и писать комментарии. Все от вас зависит. Но я не жадная, мне вообще не проблема. Отслать, друзья. Мне не проблема сохранить. Просто если этот эфир наберет мало там лайков, просмотров, не знаю, комментариев, у меня статистика этого эфира потащит всю мою статистику вниз. Мне оно не надо. Извините, может, глупый вопрос. Я не кондитер, но в чем разница? Многие делают с яйцом, а многие без. Без яйца это просто сливки с шоколадом и с желатином. Это просто люди, которые пытаются продать за дорого свое дешево. Это очень простой рецепт. И по вкусу он тоже простой. У нас тут есть она на районе. Кирилл. Что? С заварной основой рецепт вкуснее, более сливочный, более нежный по вкусу. Менее такой пузыристый. Ну, то есть, гораздо нежнее. Поэтому я делала только с заварной основой. Я делала просто на сливках. Мне не понравилось. Здесь мне больше нравится. Более нежный торт получается. у меня уже чаечку тут принесли. Рецепт? Да, да, да. Yes. Yes. Я сделаю вам рецепт. Я максимум знаю из английского. No, yes. Do you speak English? Speak Russia? Все. Ну, нет. Я понимаю английский язык. Я понимаю, что мне пишут на английском. Но сама я говорить очень плохо могу. Прям очень плохо. Поэтому не буду позориться. Пойду на курс английского языка, походу. И буду разговаривать. Желатин добавляем. Когда у нас сливки взбились, мы разогреваем, распускаем желатин, вливаем в шоколад, перемешиваем и закидываем в сливки шоколад. Чай, сахар. А, ты что не ложил сахар? Ну, а он же тут как бы... Я уже такая размешала, думала ты мне положил. То есть ты мешала просто там водичку. Я перевела, чтобы сказали, отлично. Спасибо. А где у меня там причем? Сколько по весу выйдет торт? До двух килограмм. Где-то килограмм 600, килограмм 800. Где-то так. Зависит еще от толщины и тяжести вашего бисквита. Также и тирамису на заварной основе намного вкуснее. Без яйца галимое желе. Да, я согласна. Ну, то есть, я если делаю, делаю по красоте. Ну, даже если это заморочно, то я лучше сделаю по красоте, чтобы это было вкусно. Сделаю правильно. Не буду никогда вот технологию резать, чтобы там упрощать, чтобы мне было проще. Нет, я лучше заморочусь, но сделаю вкусно. Сколько ложек сахара ложу в чай? Четыре. Я не ем сладкое. Я пью чай очень сладкий. Я в основном ем соленое. Больше люблю рыбку и прочее-прочее вот это вот барахло. Бомидорки тоже люблю. Колбасу не люблю. Какие десерты, кроме тортов, что делаете? Делать умею много что. Не только десерты даже, еще и выпечку соленую. Но на заказ я делаю упор все-таки на торты. То есть я умею делать и макароны, и зефир, и бизе, и леденцы, и, господи, и павлову, и меренговый рулет, и трайфлы, и капкейки. Ну, короче, ну, все в основном, все ходовое я делать умею. А не делаю на заказ. Вот все. На заказ делаю в основном торты. Тирамису с яйцами, но не заварное. Вкусно. Я, честно говоря, тирамису, где не заварены яйца, я не признаю. Почему? Потому что я всю дорогу боюсь сальмонеллеза вот этого. То, что яйца непонятно. Сейчас везде производство работает как попало. Не все проверяется как нужно. И можно хапануть от сырого яйца фигню какую-нибудь. Поэтому я вот этого боюсь. Я даже яйца на безе, белки на безе, я завариваю. То есть я готовлю безешки на швейцарской меренге, чтобы они завалились в температуре. И потом еще прошли термообработку в духовке, соответственно. Поэтому я боюсь. Я не готовила никогда тирамису с незаварными яйцами. Я и так яйцо никогда в жизни не выпью. И соусы с сырым яйцом не делаю. Слушай, вопрос. Может быть это? Кто готовит, посмотреть как люди готовят. Может быть по одному-два человека приглашать в эфир или... Я уже думала об этом. У них главное, чтобы не весь эфир. Ну сейчас у меня в EPR нормальный. То есть в красе. Сейчас? Кто хочет присоединиться к эфиру, кто готовит вместе со мной. Добавлю в эфир, скидывайте приглоз. Добавлю в эфир, попробуем. Зависнет, не зависнет. Просто интересно. И заодно посмотрим, как вы готовите. На заказ какие торты делаю? На заказ можно открыть мою актуальную начинку и посмотреть, какие у меня там торты на заказ. Тирамису рецепт нет на страничке. Я делаю упрощенный тирамису. Я чисто для себя не заморачиваюсь вот этими танцами с бубнами, с заводными ятями. Я просто не делаю тирамису на заказ. Если я захотела тирамису, я делаю быстренько его для себя. Я хочу... Ты готовишь? Если ты готовишь, скидывай запрос в эфир, я тебя добавлю. А то давно уже просятся все в эфир. Я все не добавляю какаха такая. А тут пока у меня сливки взбиваются, я могу добавить. Так, кто мне пишет уже? Все очкуют, не хотят в эфир добавляться? Все пошли марафет, но выйдите походу, чтобы в эфир выйти. Я, если что, без этого, без всего, без косметики. Какой вес новогодних четвертинок делаю? 2,5 и 3, 3,5 килограмма. Сейчас нет. Очень жаль. Светка, девочки мои, кто там у меня готовит? Давайте, гоу ко мне в эфир. Вот, давай, в следующий раз будешь готовить, и я тебе добавлю. Поголтай. Наводи заранее марафет. Да, там вон какая красотка, я уже вижу. Я тут, скидывай запрос в эфир, я тебе добавлю. Буквально на 5 минуточек. Ну, начинается, там уже пряники у меня просят. Кто хочет пряники сделать в Москве? Химки. Химки есть тут? У меня 16%, ничего страшного. А, так ты уже приготовила, убрала кухню? Ты, в смысле, готовила 3 шоколада и просто уже приготовила? Если да, то добавляйте без проблем. Даша, ты пряники печешь? Возьми моих, тут на 2 класса хотят. А это 60 человек. 60 пряников. Дожди, я не буду пряники делать. Там, если Калифорния в эфире, отзовись, пожалуйста. У Калифорнии там время другое, мне кажется, ее нет. Нет. Отчеты, пряники. Вон, кроликов залила в однотон, и круто. Вон, пряников рецепт у меня на страничке есть. Ну, не хочу я готовить пряники. Хую. Я помню, fine, fine могу только рассказать. Хую, кто ты такой? Кто я такой? Человек. А ты кто такой? Охуенные торты. Кондитер. Я сделала 2 слоя, так как высоты отстатки не хватило на 300 в холодильнике уже. Но потом отстатку снимешь с двух слоев. Кольцом придавишь, и третий слой зальешь. И все. Ну, либо нарасти просто сверху отстатку. Следующий слой. Ну, получается, на эту отстатку краем зайди и нарасти, чтобы выше было. И заливай. О, как у меня маска брыгает. Тогда я пью чай. А, спросили, как дела. А мне показалось, что это Хуаю. Это кто ты? Кто ты такой? Что-то типа того. Я сейчас переведу. Не кто ты, а как ты. Вот. Я же говорю, мои познания в английском просто. И проверь еще, пожалуйста, наш этот. А, как дела? Точно, слушай, как дела. А дела замечательно. Я буду, наверное, с переводчиком сидеть. Све англоязычная аудитория просто сразу переводить. Так, кто спросил Хуаю, я Айм Ог. Окей. Я переводчик трансляции. Во, у нас есть переводчик. Так. Я говорю, мне надо, видимо, это. На курсе для английского готовим торт из шоколада. Пожалуйста, кто там переводит? Можете написать по-английски, что скоро, скорее всего, в течение недели, буду закидывать рецепты на YouTube, если разберусь, как сделать, чтобы был перевод. Да, мы сейчас работаем над переводом, чтобы в YouTube автоматически с русского переводилось на английский. Там есть такая функция. И мы сейчас в ней разбираемся, чтобы англоязычная аудитория могла смотреть рецепты на своем языке. Ну да, у да. Еще чуть-чуть. Громко. Я понимаю. Светик, дай пять. Справилась. Жанна, Лиля, как у вас там дела? Минус, если без планетарного миксера, нужно добивать. Hello, Peru. Перу даже есть, прикинь. Так, сливки вот до такой консистенции. Ой, вот, переводят. У меня тут переводят уже. Господи, ты святой, ты мой человек, кто переводит. Спасибо большое. Спасибо, душевные. Не хотел бы ты мне микроволновку обратно включить, пожалуйста? Вот, сливки у меня готовы. Я отправляю желатин, набухший в микроволновку. Нет, не включил. Набухший желатин отправляю в микроволновку и ставлю его на 10 секунд, чтобы он разошелся. Я давно уже все сделала, писала уже. Жанна тоже красотка, потом покажешь мне, что ты сделала. Все получилось. Все, стесняемся, выходим в эфир, пообщаемся. Кто не хочет, никто статистику свою увеличит. А, девочки? Халявно так увеличить статистику. Все, теперь я выливаю желатин, который я распустила в микроволновке, в шоколад. Привет из Техаса. Привет, Техас. Господи, когда уже я туда везде попаду, в ваши эти заграницы прекрасные, муче хочу. YouTube канал у нас есть, но мы сейчас только-только начали над ним работать, как раз-таки только ради зарубежных ребят, потому что русскоязычная аудитория может посмотреть здесь, а англоязычная аудитория не может здесь... Ну, они могут посмотреть, но они не понимают, о чем мы тут ведем речь. Вот, для них мы стараемся. Как только у нас YouTube канал будет готов полностью, я дам на него ссылку в сториз. И теперь шоколад с желатином я переливаю в сливки и размешиваю. Размешиваем исключительно лопаткой. Никаких миксеров, иначе вы всю структуру взбитых сливок нарушите. Так что, девочки, немножечко по YouTube потерпите. Как мы все сделаем? Мы и скинем ссылку. Мы даже ее, наверное, закрепим. Ну, тогда уже из Грузии привет. Привет. Хочу к вам. В Грузию вообще очень хочу. Запись эфира будет? Будет. Я все напишу под эфиром. Еще в сториз напомню, что надо лайкать, сохранять и комментировать, чтобы Янка вам эфир навсегда сохранила. Кирилл! Торт. Мус на белом шоколаде. То есть он не плотный, он не там какой-то ложка стоит. Он такой, жиденький. Ну, пока запись будет до утра, да. Дальше посмотрим. Если что, сохраню навсегда. Итак, этот слой мусса у меня тоже уже застыл. Видите, он не... И теперь выливаю третий слой нашего муссика. Господи, я сейчас слюной захлебнусь. Может, и Галя не весь торт пойдет, а? Может, половинку все... Галя, прости, где-то половины не будет. А Галя тут нет. Можешь ей ватсап написать. Потому что половину торта до нее не дойдет. Походу. Потому что очень уж я люблю торт 3 шоколада. Все. Наш торт готов. Отправляем его в холодильник на стабилизацию. Часа на 4 минимум. Ну, я где-то через 2 его открываю, могу поесть. Для себя можете пару часов потянуть, подождать. И потом кушать. Для... На заказ обязательно стабилизация 4-6 часов минимум. Так. Думаю, в разрезе у меня средний слой. В центре получится чуток с белым. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Мы же пока учимся готовить. Дальше вы уже будете знать, где ваши косяки, когда будете готовить на заказ. Но зато плюс один рецепт в копилочку, который быстрый, который срочно вы можете приготовить. И предоставить всем заказчикам. Кушать. Скажите, пожалуйста, если сегодня есть печь бисквит, собрать в субботу, дарить есть в воскресенье, так можно, как осень, день, неделю вообще. Вторник. Сегодня сделать. Собрать в субботу. Среда, четвертый, пятница. На четвертый день. Но лучше тогда... Не пеките не сегодня, а хотя бы завтра. Даже лучше послезавтра. Сам бисквит. Тогда он будет вкусней. И собирайте тогда уже в субботу и ешьте в воскресенье. Просто бисквит, чем дольше стоит, он все равно меньше вкусный становится. Чем дольше он в холодильнике стоит. Заварная масса в какой момент вмешивается в мусс? Заварная масса выливается на шоколад. И размешивается с шоколадом. И потом шоколад, в него еще добавляется желатин с водой. И эта вся масса вмешивается уже в мусс. То есть заварную массу в мусс просто не вмешиваем. Выливаем наш шоколад. И за счет горячей массы шоколад у нас как раз растапливает. Интересный и познавательный эфир. Спасибо за вашу работу. Спасибо вам, что посетили наш эфир. Все, торт у нас готов. Кто приготовил, молодец. Готовьте в следующем эфире. Я буду дергать вас к себе. Будем готовить вместе. Так будет интереснее. Также у нас планируется, напоминаю, 10 декабря платный прямой эфир в закрытом канале. По торту кролик. И скорее всего будет в параллель идти эфир, где найти клиентов. Очень много за него было голосов. Его очень много ждут. Кто очень-очень много просит. Это сейчас, перед Новым годом, это особенно актуально. Быстренько собрать, сколотить клиентскую базу, чтобы на Новый год заработать баблишко. Поэтому всю информацию ждите в сториз. Я еще раз это все продублирую с датой, временем, ценой. Вот, собственно, увидимся в сториз. Ян, знаешь, от чего кайфую? Вот раньше я готовила, у меня какой-то этап из первых не шел никак. И я забивала, психовала и переставала делать. А сейчас все пошло по звезде. Но я резко придумала второе... Наверное, ты сейчас допишешь. Резко придумала чего-то там. Спасибо за рецепт. Пожалуйста. Яна, ты крутая. Спасибо за эфир. Пожалуйста, приходите. Почаще на эфиры. Эфиры где-то хотя бы раз в неделю стараюсь делать бесплатные для вас. Так, иду на кролика. Я тоже иду на кролика. Я так хочу кролика. Я так давно уже его себе не готовила. Спасибо за эфиры. Ответы. Пожалуйста. Делала капкейки через заморозку. Фу, бисквит потом резиновый. Да, мне тоже не нравится. Мне даже после холодильника, когда он долго полежит, уже не нравится. Ну, типа, больше трех дней лежит, все. Я уже не буду использовать. Я выкину. Я даже в кейк-поксе не могу его использовать. Мне кажется, что он какой-то привкус уже имеет. Но я еще, возможно, просто я сама по себе конченая в этом плане. Чувствую слишком запахи и вкус. Спасибо большое. Пожалуйста. Наполеон, от вас хочется. Наполеон будет в любом случае, но не знаю пока когда. Это же такой деморой, вот эти коржи катать. Это пипец. Ну, ладно, сделаю. Так, а нам идти? Вам, кто у меня на наставничестве, все эти рецепты будут у вас. Они уже включены в наше обучение. Поэтому вам на такие эфиры, где мы готовим торт. Да и, в принципе, на любые другие эфиры идти не надо. Если где-то будет какой-то эфир, формат которого не будет входить в наше наставничество, я вам об этом скажу. Спасибо, пожалуйста. А, второе кольцо. Отстатку отмыла, снова все сложила и уже на бисквит и продолжила дальше. Это в новинку, что я не испугалась и делала. Это очень хорошо, что ты не бросила, что ты пошла и сделала дальше. Вот этого я от вас и бьюсь, добиваюсь. Чтобы вы не боялись. Спасибо за ваш труд, пожалуйста. Спасибо большое, пожалуйста. Большое спасибо. Вы классные. Вы у меня классные. Просто офигеть. Вы с мужем крутые, сильная команда. Да, муж у меня каменная моя стена. Мой помощник, мой компаньон. Бисквит пропитываем под три шоколада. Я не пропитываю. У меня бисквит, который готовлю, я не требую пропитки. Он сам по себе влажный. Его не нужно пропитывать. Если вы готовите бисквит какой-то по своему рецепту и он требует пропитки, пропитывайте. Пусть мы можем крутые. Спасибо. Муж, ты слышал? Ты тоже крутой. Подвисли у меня опять батарейка барахлит. Посмотри сколько? Десять. Да, я сейчас отключаться буду. Спасибо большое за эфир. Все так просто. Завтра буду делать. Да, действительно, это все просто. Я стараюсь не давать сложные какие-то рецепты вот так вот в обычный доступ. Потому что, ну, во-первых, остальные рецепты какие-то у меня авторские. Во-вторых, я даю, чтобы смог приготовить каждый. А не то, что там просто сели вот так вот и решили, что, блин, мне это никогда не поддастся. А чтобы пошли и приготовили. Вот я за простоту. Яночка, спасибо за труд. Ты дальше не поняла. Т9 нам тут накосячила. Спасибо за рецепт. Хорошо бы сохранился. Я на работе смотрю в полглаза. Хотелось бы приготовить. Хочу на кролика. По кролику я завтра выложу всю информацию. Даже, наверное, сегодня. Да, сегодня выложу информацию, чтобы вы уже могли записываться. Класс, первый раз была с вами. Теперь буду всегда. Отлично. Будем вас ждать. Об эфирах всегда сообщаю в сториз. Чаще смотрите в сториз. В сториз вообще очень много интересной информации, которую я не могу сюда в ленту выкладывать. Потому что ленту засирать какими-то рекомендациями тоже не очень хорошо. А так я в сториз и обзоры на красители делаю, и даю информацию, где что заказывать, что я могу самолично порекомендовать, да, где я что-то заказываю. Там красители, нужные всякие штуки для кондитеров, магазины даже кондитерские иногда. Поэтому смотрите сториз почаще. Ну, еще там у нас лайф. Мы там вот такие, какие мы есть, как мы живем. Там не о кондитерстве чаще всего. Поэтому приходите в сториз. И в сторизах вся информация обычно об эфирах, обо всех. Эфир Огонь, спасибо вам. И вам спасибо. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо за эфир. Вы умница. Сократите эфир. Спасибо, не хочу. У нас тут такая атмосферка дружественная. А, сократите, сохраните, наверное. Сохраните, постараюсь. Я думала, сократите эфир, ну типа... Черт статистики. Будете ставить лайкосики. Бьютифл, сэнкю. Пишите комментарии. Давай халву после кролика. Так, начинается. Начинается тут. Подождем с халвой. Спасибо вам за эфир. Вы супер, спасибо. Жду в Питере. В Питер 10 декабря... Января, пардон. 10 января приеду в Питер. Спасибо за эфир, пожалуйста. Так, спасибо большое. Спасибо, спасибо всем. Спасибо за ваши теплые слова. Что за кролик? Торт кролик, морковный бисквит, чизкейк, вишня. С тем, что тормоток один. На кондитере я с ним была, да. Три шоколада не морозит, если заранее... Три шоколада не морозит, если заранее приготовить. Если прям сильно заранее приготовить, морозите. Ну, замораживать можно. Я же говорила в начале эфира. Если вы поздно зашли, пересмотрите начало. Я иду и на кролика, и на клиентов. Спишемся. Тимур, хеллоу, хеллоу, Тимур. Все, девочки, я завершаю наш эфир. Два часа пролетели, как один миг. Торт у нас готов. У кого не готов, я сохраняю эфир до утра. Будете активничать, писать комментарии, ставить лайки, сохранять. Репостить. Можно даже репостить. Это будет вообще просто the best of the best. Я сохраню эфир навсегда. Не потому, что я такая вредная, а потому, что эфир... Плохая статистика потянет всю мою статистику аккаунта вниз. Мне оно не надо. Если статистика у эфира будет хорошая, мне не жалко сохранить. Вообще, я вам от души это все даю бесплатно. И мне не жалко сохранить. Вот. Так что, девочки, всем пока. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо большое. Пусть Аллах бережет вас. Спасибо огромное. Спасибо за эфир. Спасибо. Вам всем спасибо. Приходите на другие эфиры и ждите информацию по платным обучающим эфирам. Stories. Все. Всем пока-пока. Встретимся с вами в сторисах. Я еще с вами не прощаюсь.